В каком уголке мира ты сейчас находишься? В данный момент в Сидне, Австралия, и сейчас здесь ночь. Объясни, чем же так хорош альбом Highway to Hell, Шоссе в ад? По части качества записи, звучаний самих песен. Годы проходят, а эта пластинка нисколько не потеряла своей крутости. Если вспомнить то время, когда мы записали этот альбом, интересно, что многие песни этого альбома были сочинены еще в Америке. Мы находились в Майами, в одной репетиционной студии. Возможно, это может показаться странным, но как-то раз в пятницу мы пришли в студию и провели там пару недель. Но в один уикенд, честно говоря, тогда мы работали без выходных. Мы работали примерно неделю, а в субботу и воскресенье могли отдыхать. Одним словом, в тот раз мы решили пойти на выходные. Ушли в пятницу, а вышли в понедельник и за это время сочинили все песни. До этого мы работали всего над двумя песнями, а именно над Highway to Hell, которую мы сочинили вместе до этого, и вторая тема «Girls Got Written» «Девушки с ритмом». Эти две песни появились у нас в первые пару недель. Но в те выходные мы закончили в пятницу и продолжили в понедельник, и мы написали все песни. На самом деле тогда мы работали с другим продюсером и решили сочинять песни в выходные, потому что с этим продюсером не сработались. Мы решили пойти на выходные, поработать самостоятельно и собрать все воедино. И вот тогда нам повезло. В начале карьеры для вас было в порядке вещей сочинять все песни для нового альбома, как говорится, от и до, за выходные или за неделю. Ну, наверное, так получилось, потому что в то время мы оказались без продюсера. К тому же мы жили очень насыщенные на события творческой жизнью. Мы гастролировали, а потом практически сразу же могли переключиться на запись альбома и все подготовить в кратчайшие сроки. Многое тогда происходило быстро. Что касается записи альбома Highway to Hell, так вот, сразу после того уикенда мой брат Малькольм поговорил с продюсером Мэттом Лэнгом, и Мэтт попросил передать ему кассету с нашими песенными наработками. Лэнг вернул эту кассету обратно всего через пару дней, а потом сказал, нам нужно немедленно встретиться в Лондоне. Поэтому нам пришлось собирать чемоданы, садиться на самолет и вылетать в Лондон, Англия. А затем мы пришли в студию. Мы провели с Мэттом в небольшой репетиционной студии всего пару дней, а затем пришли в основную студию и там работали над звучанием вместе. И как только мы нашли нужное нам звучание, начали записывать песни. Все прошло довольно быстро, и нас все устраивало. Помнишь свой самый первый гитарный усилитель, какой модель он был? Мой самый первый усилитель мне подарил Малькольм, и честно говоря, для меня это произошло очень неожиданно. На тот момент я часто играл, а потом начал относиться к гитаре намного серьезней. Малькольм увидел где-то рекламное объявление, и один парень продавал свой усилитель. Малькольм решил на это объявление откликнуться и приобрести усилитель для меня. Он пообщался с тем парнем, и тому парню очень понравилось, как Малькольм играет на гитаре. Мал сказал, этот усилок я беру для своего младшего брата. Продавец усилителя поинтересовался, а что твой брат играет так же хорошо, как и ты? На что Мал ответил, нет, лучше. Какой замечательный старший брат. В итоге Мал купил мне тот усилитель и договорился с тем парнем. Продавец хотел продать свой усилитель по дешевке. Малькольм отказался и заплатил больше оговоренной изначальной суммы. Тот парень никогда через этот усилитель не играл. Это был такой маленький усилитель модели Five Sonic. Может быть сейчас я что-то путаю, но насколько я помню, изначально этот усилитель привезли из Новой Зеландии. Этот усилитель был самым лучшим усилителем, который у меня когда-либо был. Я люблю этот усилитель. Потому что он выдавал уникальный звук. Другие гитаристы нуждались в наборе гитарных педалей. Им был нужен искаженный звук за счет использования фустон и так далее. А я все свои эффекты извлекал из того усилителя. Малькольм объяснил и показал мне, как сделать так, чтобы гитара звучала громче во время соло. За счет использования бустера. Стоил этот бустер только включить, и я получил затяжные ноты с очень плотным звуком. И я продолжаю вспоминать тот первый усилитель. И сейчас жалею. Я играл через этот усилитель несколько лет. Когда был моложе, играл с разными музыкантами. Я играл через этот усилитель, даже использовал его на ряде концертов. И любой музыкант, который слышал звучание этого усилителя, всегда предлагал поменяться. Они все хотели поменяться. В обмен на этот усилок мне даже предлагали маршаловские усилители. Если они были готовы поменяться на новый маршал, тогда я подумал, я подумал, ха, должно быть, я обладаю уникальным усилителем, и расставаться с таким я точно не хочу. Если вспомнить тот самый первый усилитель и настройки Малькольма, можно ли говорить о том, что звучание того усилителя легло в основу всего звучания AC-DC? Тебе эта история понравится. Малькольм не только выбрал для меня усилитель, он еще подобрал для меня гитару. Он рассказал об одном местном музыкальном магазине, который находился поблизости. Он рассказал, что у них есть отличные гитары, той же модели Les Paul, и еще сказал, что одна гитара тебе точно понравится. У них есть офигенная гитара модели SG, просто отличная гитара. Мы пришли вместе в тот магазин, и он сказал, попробуй поиграть на всех представленных гитарных моделях, что я и сделал. В итоге я выбрал себе именно SG и сказал, вот это моя гитара, мне нужна именно такая. Продавец того магазина, можно сказать, сделал мне одолжение и предложил купить эту гитару со скидкой. Ну а я в тот момент был на седьмом небе от счастья. Дай характеристику хорошему гитарному риффу. Какие чувства ты испытываешь, что откликается в тебе в тот самый момент, когда ты слышишь идеальный рифф? Что это такое? Советую тебе послушать наш альбом Power Rage. На нем есть такая песня рифф-рефф «Подонки общества». И в ней есть яркий запоминающийся гитарный рифф. Это хороший пример гитарного риффа. Так, ну что еще? На альбоме «Let me be rock» «Да будет рок» есть такая песня «Bad Boy Boogie», «Буги плохого парня». Там есть рифф, скажем так, со своей изюминкой. Да, на слух все звучит вроде как просто, но Малькольм играл этот рифф по-своему, по-особенному. Даже сегодня, когда я сам играю этот рифф, мне приходится переслушивать оригинал. И я поражаюсь нестандартному гитарному мышлению своего брата. Насколько же он был умен, чтобы играть именно в такой манере. Сейчас я играю этот рифф и продолжаю поражаться. Как же ему удавалось, за счет незначительной смены нот, менять настроение всей песни. Вот таким интересным гитаристом он был. И играя с ним подобные гитарные риффы, вы поражались. В этом плане он был прекрасен. И потом еще один отличный пример – песня «Back in black» «Возвращение в черном». Если ты слушал «Back in black», так вот там есть некоторые гитарные партии, гитарные фрагменты, в какой манере Малькольм играл рифф. Я часто говорил, понятия не имею, как ему удается творить такое волшебство. Когда я впервые услышал рифф «Back in black», Малькольм сыграл его на акустической гитаре и записал на кассету. В тот момент мы гастролировали в поддержку альбома Highway to Hell. И он зашел в мой гостиничный номер. Он сочинял разные риффы и записывал их на кассеты. Потом решил прошедшить, прослушать часть этих записей. Он хотел стереть некоторые кассеты. Ему было важно понять, от какого хлама стоит избавиться, а что вполне достойно и стоит сохранить. И он сказал, сыграю тебе парочку идей, после чего врубил рифф «Back in black» и сказал, вот собираюсь от него избавиться. На что я ответил, если хочешь выкинуть, тогда отдай этот рифф мне. А я скажу, что именно я его придумал. Ну давай, отдавай. Расскажи о процессе сочинения работе на гитаре. Как обычно записываются AC-DC? Насколько легко все это получается? Например, ты просыпаешься однажды утром и думаешь «Ого, хорошая мелодия, хороший рифф и хорошая структура песни». Или процесс сочинения требует от тебя больших усилий. Протекает медленно, поэтапно, когда все формируется воедино. Могу сказать, что в этом плане мне часто везло. Скажем, утром я могу зайти в свою комнатенку, взять гитару и просто набросать несколько идей. Как правило, я мог сказать себе «Ладно, пойду-ка я пообедаю» и так далее. А потом я возвращался и почему-то обычно, когда начинало темнеть, не знаю почему. Но как только садилось солнце, я прослушал свои гитарные наработки и понимал «Ага, вот это в тему, из этого можно сделать отличную песню». Не могу тебе этого объяснить, может в этот момент сознание отдыхает. Мой мозг больше расслабляется или что-то в этом роде. А помнишь, как это произошло впервые, когда ты записал песню с группой и в этот момент подумал «Вот оно, для нас это будет настоящий хит, возможно, радио сингл» или эта песня будет отлично звучать на наших концертах. Помнишь, как впервые подумал «Вот оно, поперло»? Что нашим слушателям понравится, предугадать практически невозможно. Но вместе с тем я доверяю своему внутреннему чувству. И еще мальчишкой что-то сочиняя, я задавал себе вопрос «А буду ли я сам слушать такую музыку?» Когда я сижу в машине и хочу послушать какую-то музыку, я включаю радио. И когда мне что-то нравится, я обращаю на это свое внимание и делаю погромче. Вот что я хочу почувствовать от собственной музыки. Такое же мышление я использовал в ACDC. Что делал мой старший брат Джордж? Он брал кассету, записывал нас всякий раз, когда мы что-то играли. А потом он включал эту запись в машине, наши студийные наработки. Он прокручивал наши записи, возможно, даже какие-то обычные джемы, импровизации. Он включал запись и просил нас послушать. А потом удивлялся «Вот оно, оно то самое!» Ему нравилось, и он говорил «Представляете, как вот эту вашу музыку будут гонять по радио?» Главное, чтобы музыка приводила вас в восторг. Вот я всегда к этому и стремлюсь. Мне нравится та музыка, которая меня волнует и мгновенно ложится на мой слух. Для меня это всегда очень хороший признак.